Итак, всем привет дорогие друзья! Сегодня с вами я и сегодня я вам покажу вот этот банкомат, он большой, вы наверное видели его механизм, как он работает. Ну а сегодня мы его разберем и покажем механизм. Ну а в конце видео я покажу программу, по которой он работал. Также напоминаю тем, кто не смотрел, он работает на российских рублях, вот такие монетки, но из них ему подходят только 10 рублей. Давайте поставим, это уберем, ну я его пододвину, это в сторону мы уберем, выглядит вот так. Он довольно большой. Ну для начала мы ставим крышку. Итак, друзья, вот за кадром мы остановили и сняли вот эту штуку, чтобы вас не затягивать надолго. И вот мы вот снимаем вот этот монетоприемник, вот здесь видим вот такую штуку. То есть, ну 5 рублей попросту не влезают вот в это отверстие, потому что они маленькие. А 2 рубля, некоторые пишут, ну я просто их туда не затаскивал, не влезают туда, что вот эта штука мешает. Нам мешает вот эта штука, и поэтому они не заталкиваются. Ну, давайте сейчас перейдем ко всем остальным монеткам. То есть, вот как 10 копеек, они должны вот сюда попасть и выпасть. Опять они упали, я извиняюсь за это. То есть, вот рубль, они вот сюда попадают и выпадают по трамплинчику, потому что вот... Сейчас давайте я достану вот этот механизм. Он вот так выглядит. Вот эта штука для того, чтобы нельзя было вот так монеты запуливать, чтобы они прям пролетали мимо рельс. Вот их можно вот так. И рубль, вот как и все остальные монетки, они... Давайте я сниму вот эту штуку. Они маленького размера, и поэтому они вот здесь вот так едут и падают. А 10 рублей, они не маленького размера, и поэтому они вот так прокатываются. И дальше вот рельсы, но они уже маленькие, и поэтому на них без труда проедет даже и 1 рубль. Вот так и действуют вот эти рельсы, которые проверяют монеты. Дальше проверку рельс делает вот там датчик, вот... Сейчас, дайте я возьму эту штуку. Вот этот датчик, он проверяет работу вот этой штуки, чтобы не оказалось вот таких беленьких монет. Он реагирует только на желтую монету с табличкой номер 10. И чтобы снизу было написано рублей. Он реагирует только на вот эту монету. И дальше монета падает в банк. Давайте я сейчас возьму ключик, открою. Вот. Дальше монета... То есть она вот так летит. И по склону падает, и вот сюда она попадает в банк. Откуда ее владелец может достать. Ну, а все остальные выпадают вот... То есть вот так действует. Все остальные выпадают в монеты. По поводу того, как выпадают конфеты. Вот если там видно, здесь стоит такой мотор. Он крутит нишу. Ну, а как он это делает, мы покажем чуть-чуть попозже, когда мы снимем еще один слой для того, чтобы лучше вам показать. Итак, друзья, вот уже за кадром я его вот так помаленечку, потихонечку я его разобрал. Давайте я вот это... Кстати, вот я не стал дальше разбирать, потому что я вот хотел показать, как стоит NXT-блок. Вот я его включу. Вот для него здесь есть такая специальная ячейка. Здесь огорожена, здесь и здесь тоже огорожена. И снизу, как можно видеть, есть вот тоже такая подставка. Дальше там видно мотор, но мы к нему чуть-чуть позже вернемся. Давайте... Сейчас. Что-то сделаем. Вот мы, собственно, в принципе, сняли. Ну и теперь давайте будем тестировать. Для тестирования я приготовил вот такие монетки. Так выглядит. Ну и что же, давайте потестируем пока что монетоприемник. Потом я покажу, как это действует. Сам этот механизм. То есть вот он монетоприемник. Ну и давайте покажу. Давайте начнем с неправильной монетки. Номиналом вот 1 рубль. Вот, видите, 1 рубль. Обычно 1 рубль. Он сюда пролазит. Мы его вставляем. Такого быть не должно, но поскольку здесь нету верхней пленки, и он так делает. Давайте я ее поставлю, эту верхнюю пленочку. Надеюсь, вам так же хорошо видно. Как видим, он выпал вот. Это 1 рубль. Это 1 рубль. Он выпал вот отсюда и упал. То есть он не залетел в банк. Так, ребята, я, конечно, очень извиняюсь. Он упал, но он провалился в механизм. Но тоже не попал в банк. Вот у меня есть 2 рубль. Вот, так же выглядит, точно так же. Я его точно так же забрасываю. И он точно так же выпадает. Ну, давайте посмотрим, почему с ним такое происходит. Так, вот, берем наш вот этот 1 рубль. Вот. Вот он, 1 рубль этот. Вот, сейчас давайте так покажу. Вот. Он вот сюда падает. Он маленького размера, и поэтому он падает. Там, конечно, есть дырка. Я за нее извиняюсь. Вот эта дырка, и за нее вот это падает. Ну, а теперь давайте посмотрим на правильную монету. А правильная монета это номиналом 10 рублей. Вот он вот так выглядит. Ну, а потом уже на все остальные. Они вот так вставляются. Давайте их поднимем. Что тут было сделать? Смотрите. Вот. Как вы могли видеть, они туда затолкнулись. Вот. Они туда затолкнулись, проехали. Давай теперь рассмотрим. Они встают, и поскольку они хорошего размера, они прокатываются. Ну, да. То есть, это всем понятно, что они прокатываются. Сейчас, я извиняюсь. Они вот прокатываются, и чтобы открыть наш сейф, нам нужно сделать вот такой, взять такой бочонок с этой стороны. Опа. У нас такая дверка. Вот она вот так открывается. И мы можем достать наши деньги. Вот. Вот эти наши деньги. То есть, вот так работает этот механизм. Давайте я его сейчас сниму. Я его снимаю. Вот он так выглядит. Так он и выглядит. Крепится. Ну, то есть, давайте посмотрим на него. Вот он так выглядит. 10 рублей они вот. Так, где вы, что они, видите, не проваливаются. Ну, да. Давайте на 10 копеечках покажу. Они вот проваливаются. То есть, вот они проваливаются свободно. Также, собственно, и 1 рубль проваливается. Но вот эта вторая лесенка, она поменьше. И она для того, чтобы проваливались копейки. Подходящие размеры. Вдруг они провалятся. Некоторые спрашивают, для чего вот эта балка. Это для того, чтобы нельзя было туда монету бросить. Чтобы она не летела, а чтобы она катилась. Ну, такая штука. Вот она вот там сделана. Наклон ей придает вот эта штука. Делаю в цепи вот так. И из-за этого у нее вот такой наклон. Вот такой наклончик. Ну, что же, с монетоприемником мы разобрались. В принципе, идем дальше. Дальше у нас вот эта штука, на которой крепился монетоприемник вот сюда. Давайте идем дальше. Так, у меня все туда падает. Дальше у нас идет... Так, давай, цепляйся. Вот такой датчик цвета. Он крепляется на вот этой палке. На вот такую штуку. Вот он такой выглядит. Дальше, как вы можете видеть, вот здесь, там мотор. Но мы по нему чуть-чуть позже. Здесь есть вот такая штука. Она вот так крепится, чтобы монетки не падали туда, но они все равно туда падают. Дальше здесь такой-то склончик. Вот он так выглядит. Так сделан он. По нему монеты катятся в отсек для сдачи. К примеру, неправильные монеты, как... Как 10 копеек, ну или же какие-то... Какой-то 1 рубль. Дальше есть сейчас. Скажу, дальше есть вот такой склон. Это тоже склон. Он для того, чтобы 10 рублей падали в банк. Давайте я сейчас достану наш 1 рубль. Так он что-то не хочет доставаться. Вот я его достал. 1 рубль. Давайте еще 1 рубль. Достанем 1 рубль. Нет, тут я не могу достать. Он очень крепко держался. Ну ладно, потом его доставим. Кстати, вот эта ячейка, это банк. То есть вот сюда падают монеты номиналом 10 рублей. И вот отсюда уже есть дверца. Мы ее открываем. И вот отсюда мы можем достать наши деньги. Наши 10 рублей. Мы оттуда можем их достать. То есть они по вот этому склону летят вот оттуда. Вот они вот так летят вот сюда, попадают. Отсюда мы их уже можем достать. Давайте поехали дальше. Ну дальше, собственно, мы доходим до мотора. Я разбираю этого красавца. Кому ему так же... Кто так же жалеет этого красавца, как и я, тоже ставьте лайки. Потому что обидно, когда эта машина исчезает ради новой. Ну что же, вот мы добрались до мотора в этих обломках. Вот он моторчик. В нем шестеренка. Так, это все держится. Это конструкция. Как видите, вот здесь нишечка. То есть вот, давайте я это покажу. Но без мотора. То есть вот в эту нишечку я вот так вставляю конфеты. Вот, видно там конфетка. Дальше, когда монета проскальзывает, падает вот сюда в банк. Вот этот мотор. А, там сейчас 1 рубль мешает. Вот это. Все, я вытащил. Вот это ниша вот так отъезжает. Конфета падает. И ниша вот так заезжает. И из-за этого вот конфета вышакивает. Кстати, он продавал сникерсы. Давайте я его положу сюда. Это можно, в принципе, тоже разбирать. Вот. То есть ниша сделана вот так. Здесь лежит сникерс. Она отъезжает. Он падает под своим весом. И она заезжает. То есть заталкивает его обратно. Вот так. Мотор крепится вот здесь. Ну, вот этой штуке. Давайте мы берем эту штуку. Теперь про банк. Да, что-то мотор еще вот здесь держится за банк. Давайте мы его сейчас будем убирать. Помаленечку. Чтобы банк держался, вам нужно будет ставить, так же, как и мне, вот такие белые скосики. Ну, а на них уже вот какую-нибудь такую штуку, чтобы вот было вровень-вровень. Вот. 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 Давай еще. Чтобы было... Сейчас. Секундочку. Чтобы было вровень-вровень. Вот. Вам нужно будет ставить вот такие скосики. И тогда вы уже это будете примерно знать, что вот как и как у вас здесь вровень-вровень. Вы сюда можете поставить плиту. И у вас все вот это. То есть, это чтобы оно держалось. Давайте мы это уже совсем уберем. Ну, и сейчас вторую штуку. Сейчас вот о банкомате. То есть, вот оставим вот это. То есть, вот смотрите. Вот здесь лежит конфета. Ну, мотор ее крутит. Вот эта штука отъезжает. Конфета падает. Ну, вы скажете, у меня было две конфеты. Да, я скажу да. Но эта конфета лежала на этой конфете. Поэтому две не могли упасть. И когда эта штука опять уезжала, конфета опять становилась на место вот этой штуки. Ну, вот так. Здесь механизм. Вот он. Длинный трубль. Здесь куча всяких этих. Здесь, как видим, вот такой был ограничитель. Чтобы эта штука не уезжала далеко. Ну, это первое, чтобы не уезжала. И еще вот здесь был такой ограничитель. То есть, давайте я уберу эту штуку. То есть, она выглядела вот так. И вот сюда вставлялась вот такая поршень. Поршень был внутри пустой. Я вот сделал пустым, потому что не хотел тратить лишние детали. То есть, вот по этим рельсам ездила. Это. Ну, и вот так, собственно. Такой механизм. Кому он понравился, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok